И мороз не помеха. Финальные матчи второго чемпионата от детской дворовой футбольной лиги прошли на базе третьей школы. В соревнованиях приняли участие более 300 ребят. На поле разгорается нешуточное противостояние между командами «Факел» и «Торпеда». Вступившая в свои права зима не стала преградой между любителями спорта и футболом. Порядка 30 команд получили возможность проявить себя в массовых соревнованиях. Это уже второй чемпионат детской дворовой футбольной лиги Щелковского района, который проходит при поддержке заместителя председателя Совета депутатов Елены Мокринской. Это азарт, это спорт, это здоровье. Это лучшее, что может быть для детей, потому что дети чувствуют себя нужными, чувствуют себя в игре, занимаются спортом и конкурируют между собой. Самые лучшие, естественно, занимают первые, вторые, третьи места. Что же такое детская дворовая футбольная лига? В ней мало кто ходил в спортивную школу. Игроки не профессионалы. Эти ребята учились гонять мяч, так сказать, в полевых условиях. Большинство команд сформировались при школах или даже просто во дворах. Подать заявку и принять участие в соревнованиях лиги мог любой желающий в возрасте от 9 до 15 лет. Первый чемпионат дворовой лиги прошел этим летом, второй стартовал в октябре и продлился три месяца. В этот раз участников оказалось значительно больше. Ребята успели почувствовать себя частью спортивного сообщества. Впечатления отличные, но в последнее время подводит нас погода и снег, и скользко. Мы все равно играем. Соревнования отличные. Дворовая лига развилась, становится команда больше. Нам очень нравится турнир. Все-таки первый у нас щелкает такой. Хорошая организация. Разумеется, соревнования лиги не проходят бесследно. За формированием резерва отечественного футбола наблюдает Щелковская автономная некоммерческая организация «Центр подготовки футболистов». На базе трех школ района с талантливыми ребятами ведут работу тренеры. Работают тренера, тренера-профессионалы на базах этих школ. Естественно, ребят, которые из себя что-то представляют, мы из них организуем команды и организуем для них подобные турниры. В финальных играх победу одержала команда из одного из самых отдаленных поселений района. Фряновский факел занял первое место в старшей возрастной группе. Тем, кто не успел принять участие в соревнованиях, расстраиваться не стоит. Следующая дворовая лига обязательно состоится. Подать заявку можно прямо в тематической группе чемпионата в социальной сети ВКонтакте. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...